Дорогие, всем привет! Сегодня поговорим о проработке психологических травм. То есть, когда вы идёте в детальное обсуждение событий прошлого, там соединяетесь с этими событиями, погружаетесь в них и, естественно, испытываете те эмоции, которые у вас были вот тогда в прошлом. И потом это всё завершается реакцией и ощущением вот такого освобождения, что человеком чувствуется и на уровне тела, то есть вроде бы ему стало легче. Отсюда делается вывод, что проработка сработала, человек перепрожил прошлый опыт, впоследствии у него такого точно уж не случится, и он теперь уже вот готов делать какие-то новые выборы в своей жизни, по-новому поступать. Так ли это на самом деле? По своему опыту, что я вижу, подобные проработки не имеют смысла. У меня много раз были такие истории, когда я на сеансах терапии плакала и чувствовала освобождение, и было точное ощущение, что да, я всё осознала, вот такого у меня точно не будет, так я больше не поступлю. Но потом наступало какое-то очередное событие, более-менее похожее, и я снова погружалась в те же самые эмоции. И результат был примерно тот же самый. То есть ряд каких-то событий в жизни у меня происходить перестали, то есть где-то я перестала эмоционально вовлекаться, но это были прям вот какие-то очень-очень незначительные события. Что нам на этот счёт говорит сама же психология, а именно её современные исследования? В 2017 году была выпущена книга «Как рождаются эмоции». Об этой книге на самом деле не так много людей наслышаны. А книга важная, если вы психологией интересуетесь, тоже её хотя бы прочитайте. То есть если вам особенно интересны темы вот таких вот исследований, науки, и вы по каким-то причинам не доверяете эзотерике и духовным учениям, а вам важна вот прям наука, то наука уже тоже подтвердила, что нету смысла прорабатывать эмоции. И вообще все исследования, на которых зиждется современная психология, что у человека есть некоторые врождённые эмоции, и мы всегда реагируем на события каким-то определённым образом, вот эта самая теория, она была опровергнута. Что было выявлено в процессе исследований? Мозг наш создаёт программы. То есть уже сама психология доказала, что мы себя программируем. В голове у нас есть программы, которые прокручиваются в похожих ситуациях. И если здесь вот уже мыслить логически даже, когда вы идёте в события прошлого и вспоминаете то или иное событие, естественно, у вас будет запускаться программа, которая была ассоциирована с тем событием в прошлом. И, естественно, она закончится неким релизом, так называемым, то есть освобождением. Вы перепрожили какое-то неприятное событие, вашему телу нужно снять, сбросить это напряжение. И в такой вот приятной обстановке у психолога, в безопасной обстановке у психолога, вы это напряжение сбрасываете. Но, по сути, что вы сделали? Вы просто прокрутили очередную программу в своём мозге. И, в принципе, ничего вы не изменили. То есть как вы существовали на уровне вот этих вот программ, так вы там и остались. Теперь давайте зададимся другим вопросом. Кто или что записывает эти программы? То есть кто или что вообще регистрирует всё, что происходит? Там с вашим телом, вовне, что вы говорите, как вы реагируете, кто вот это всё наблюдает, чтобы потом, впоследствии, записалась программа? Здесь ваш мозг, вероятнее всего, зависнет. Потому что у него нет ответа на этот вопрос. Это уже следующий уровень над вот этими программами, который на уровне программ совершенно не виден. Как раз-таки в проработке вот всех этих травм нам важно подняться на уровень выше, когда вы просто можете их наблюдать со стороны и не вовлекаться в них эмоционально. То есть тогда у вас уже отпадёт необходимость во всех этих проработках. Я знаю, что сегодня ещё весьма популярны до сих пор проработки рода, когда человека погружают в некое медитативное состояние, он соединяется со своим бессознательным, хотя ни один психолог вам не ответит, а что это за бессознательный такой, с чем вы там на самом деле соединяетесь. То есть по факту вы просто соединяетесь вообще со всеми программами, которые могли вам передаться от ваших родителей, которые вообще могут существовать в нашем вот коллективном поле во всём этом мире. То есть вы просто начинаете часто даже прорабатывать и не свои программы, которые к вам не имеют никакого отношения. То есть вы по-прежнему вот крутитесь, крутитесь на уровне этих программ, перепроживая эмоции раз за разом и испытывая такое вот якобы освобождение. Если бы это действительно работало, то я видела бы людей, которые действительно стали счастливы во всех сферах после вот этих проработок. То есть у меня было не так, у огромного количества моих знакомых было не так. Получается, что в какой-то сфере у вас рост таки пойдёт. Например, бизнес пойдёт в гору. Но при этом у вас будут сферы в жизни, которые проседают. То есть здесь у вас плюс, где-то у вас минус. И вот это всегда уровень программ. То есть там по-другому быть не может в принципе. То есть по-другому они не могут работать. Ваш ум не может по-другому работать. Когда вы поднимаетесь уже вот на уровень выше, над этими программами, то там у вас уже появляется возможность делать настоящий выбор. Вот уже из вас истинных, из себя. Кто-то называется это душой. Но мне самой понятие души не слишком близко. То, что мне откликается, это индивидуальность, индивидуальные проявления. То есть когда вы не личность, не вот эти вот ваши привычные программы, с которыми вы проассоциировали себя с самого рождения, накапливая опыт. А это просто есть вы. То есть вы есть присутствие. Тот, кто вот это всё наблюдает. И почему вот это состояние является единственным правильным? Потому что здесь вы уже начинаете действовать из-за своего истинного импульса. Можно сказать, божественного импульса. Каким образом человек приходит к этому состоянию? То есть как можно ощутить вообще вот это присутствие? Это достигается через практики медитации. Это достигается через осознанную работу с телом. То есть пока вы не чувствуете своё тело, не соединены со своим телом, то быть в присутствии у вас не получится. Это будут либо ложные ощущения, то есть некие ложные импульсы. Опять же вы будете свои программы слышать. То есть будете вот на этом же уровне программ находиться, считая, что вы идёте там к какому-то просветлению, идёте к обретению осознанности. На самом деле будете вот ещё находиться там. Ещё тоже варианты, когда вы не в теле, вы просто будете отлетать. Подобные вещи от людей тоже слышу, которые занимаются различными практиками, типа access bars. Когда к человеку, там тоже мастер прикасается, передаёт ему определённое состояние, а человек не в теле, не чувствует он своё тело, и тогда человек начинает чувствовать пространство. Пространство — это как раз вот состояние такого отлёта. То есть да, это присутствие, потому что вы есть везде, вы вот вся вот эта материя, но вы теряете своё индивидуальное тогда проявление, вы теряете своё тело. А оно здесь у нас реально, оно существует, оно тоже часть вас. Если вы начинаете делать эти практики, то постепенно осознаете, что у вас нет уже потребности в той психологии, которая была известна на протяжении многих-многих лет. Вам потребуется, скорее всего, мастер, наставник, который поможет вам почувствовать вот это состояние присутствия, который даст вам практики, проведёт вас через вот эти практики. Я уже этот опыт проходила, сейчас ещё тоже продолжаю тренировать и с удовольствием вам в этом всём помогу. У меня есть диплом психолога. Я сама была многие годы в терапии, но я в итоге увидела, что не работает вот эта психология. Я не хочу вводить людей в какие-то состояния, я не хочу обсуждать с ними проблемы прошлого, потому что нет в этом никакого смысла. Вы получили определённый опыт, вы записали программу, ну всё, то есть вы что-то там когда-то зарегистрировали, какие-то свои там ощущения. И дальше в каждом уже новом моменте, когда вы с чем-то сталкиваетесь, что-то там тоже переживаете, на что-то реагируете, вы уже всегда делаете это по-новому. Вы выбираете, как это делать, не приплетая вот ваш весь этот прошлый опыт. Иногда тоже говорят, что вот когнитивно-поведенческая терапия, вот это класс, это работает. Но она опять же как работает? Она работает на уровне тех же программных установок. То есть вы снова остаётесь там. И на какой-то период времени вы увидите улучшение. Может быть, даже для кого-то это будет и достаточно. Опять же, я тут никого ни к чему не призываю. Если вы считаете, что для вас это работает, то пожалуйста. То есть кому-то вполне себе в жизни достаточно там решить какую-то проблему. И ему, в общем-то, вот всё хорошо. Не всем нужна вот эта духовность, просветление, пробуждение. И это абсолютно нормально. Это не значит, что там вы какой-то не такой, а вот те, кто идут в духовность, они какие-то другие. Нет. У каждого своя здесь индивидуальность, своё проявление. То есть для чего-то это всё нужно. И мы, наверное, здесь не ответим никогда на этот вопрос, каков вообще божественный замысел. Может быть, его и вообще нету никакого замысла. И ещё тоже вот такой важный момент напоследок по поводу эмоций, всех вот этих переживаний, реакций. Когда вы с собой соединяетесь, то есть начинаете вот уже чувствовать это присутствие, ощущать себя вот этим присутствием, это не значит, что там вы не испытываете никаких эмоций. Это не значит, что там вы такой безжизненный гуру, который сидит и просто вещает монотонно, спокойно, как гора. Нет. Там у вас тоже будут какие-то эмоции, но они будут чистыми. Они не будут связаны с вашими прошлыми переживаниями, с какими-то там негативными или суперпозитивными. То есть не будет вот той привычной интенсивности, за которой люди обычно гонятся. Потому что интенсивность, она как раз-таки и даёт вот это постоянное разделение противоположности. То есть в какой-то момент вам кайфово, у вас эйфория, потом проходит время, у вас депрессия, дно вам плохо. Вот эти вот качели, про которые нам говорят, что вроде как это нормы жизни, на самом деле нет. Это не нормы жизни. Нормы – это когда вы проживаете чистую эмоцию. Даже по себе могу поделиться. Я услышала новую песню, и когда начала её прослушивать второй раз, потому что мне захотелось её спеть самой, записать, у меня пылились слёзы. Я отреагировала на определённые слова этой песни, и возникла вот такая вот реакция. Я могла бы связать это с событиями прошлого, потому что там было про отца, и у меня была возникла какая-то мысль, что вот я недостаточно времени, внимания родителям уделяю, что вот когда-то там были недостаточно тёплые отношения со своим отцом. То есть я могла бы уйти туда и начать переживать это всё, перемалывать, копать, может быть, ещё плакать. Но нет, тогда это ощущалось именно как светлая такая радость, благодарность. То есть у меня возникли вот эти слёзы, и вот как быстро они возникли, так же быстро они прошли. И больше вот это состояние не повторялось. И вот это то, как мы можем реагировать в нашей жизни. Даже вот вспомните детей, в сути своей они ведь так и реагируют. То есть там ребёнок может вдруг заплакать, когда что-то там его побеспокоило, может быть, там упало, или ещё что-то ему не понравилось. Но потом мгновенно его состояние изменится. То есть вот как бы от такой вот там плача к радости. Это не вот те длительные циклы, когда человек долго-долго переживает в депрессии, потом в радости, а потом это снова идёт вниз. Нет. Это могут быть вот такие вот мгновенные, но они не суперинтенсивные. То есть поскольку это происходит очень быстро, там нету вот никакой интенсивности, потому что эту интенсивность всегда придаёт ум. когда он уже начинает как-то окрашивать в какие-то цвета, что-то там додумывать. И вот тогда уже человек начинает считать, что у него есть проблемы, что у него есть травмы, что ему нужно лечиться. Вот. То есть уже в новой парадигме присутствия «я есть» не нужно заниматься вот всей этой психологией, которая была популярна многие-многие годы. Я вообще считаю, что она постепенно отомрёт. И будут люди, будут наставники, которые помогут другим именно вот возвращаться к себе, соединяться с собой, учиться быть в присутствии. Так что переосмысливайте, если для вас это была некая новая информация. И если откликается, то я буду рада вас видеть на своей консультации. Это может быть и одна сессия, за которую мы с вами разберём вот это вот базовое состояние присутствия, как туда вообще входить, как в нём находиться. Или это может быть уже такая более долгосрочная программа на два месяца, где я вам дам техники медитации. Это будет такая системная работа. То есть каждую неделю вы будете практиковать нечто новое для себя. И по истечении двух месяцев у вас уже будет такая прочная база, как самостоятельно работать, как заниматься вот именно саморегуляцией. То есть как уже этот внутренний стержень наконец-то почувствовать и перестать перемалывать проблемы прошлого, перестать формировать какие-то убеждения на будущее. Потому что всё уже есть в вас, всё уже в вас заложено. Вам нужно только это услышать в себе. Наконец-то вот почувствовать это присутствие и увидеть себя уже, увидеть себя настоящего. Начать жить настоящую жизнь. Именно по импульсу, а не по привычным надо, которые всю жизнь в голову забивал социум, и которые вы вот писали своими программами. В том числе это будут ещё и телесные практики. Потому что без соединения с телом, одними только там тоже медитациями, ну вы не спасётесь, не сможете закрепить состояние присутствия. То есть там уже будет зависеть от вашего опыта. Если с телом вы вообще никогда не работали и нету даже привычки слышать импульсы от тела, то в медитации вот так вот сразу идти, ну я бы не рекомендовала. То есть они максимум вам помогут как-то там расслабиться, но если вы попытаетесь начать себя там слышать, то это могут быть там различные эффекты. Весьма часто человек просто засыпает. То есть настолько там тяжело концентрироваться, фокусироваться, что всё, человек тут же отлетает. То есть не может даже вот в медитации быть в этом состоянии присутствия. Или там становится вдруг скучно. В общем, там разные могут быть эффекты. Поэтому ещё раз обращайтесь. Буду рада вам помочь и вас направить в этом пути к соединению с собой, настоящим собой истинным.